Итак, начнем с важнейшего экономического события недели. В создании трех комплексов по переработке отходов в Башкортостане российский экологический оператор вложит почти 4,5 миллиарда рублей. Два из трех концессионных соглашения подписаны на неделе на экологическом форуме, который прошел в Уфе. Еще одно событие форума включения городов Стерлитамак и Салават в федеральный проект «Чистый воздух». Предприятие города, прежде всего башкирская содовая компания и Салаватнефтьоргсинтез, обязуется постепенно сокращать вредные выбросы и инвестировать миллиарды рублей в экологию. Все подробности у моего коллеги Норманса Калькиса. Этот белый порошок, суспензионный ПВХ, основной и самый прибыльный продукт, производимый на Каустике, процесс его производства показывает всем гостям БСК. Руководство федерального проекта «Чистый воздух» не исключением. Их, конечно, интересует больше вопрос экологичности такого производства. И специалистам БСК есть что рассказать и показать. Предприятию удалось полностью исключить вредные выбросы в атмосферу при технологическом процессе получения ПВХ. До реализации этого мероприятия винилхлорид, абгазный, проходил очистку в системе ацерберов и дальше направлялся в атмосферу. После реализации этого мероприятия все сдувки полностью направляются в цех номер 29 на сжигание. Источник выбросов полностью исключен. Федеральные гости за день посетили сразу два крупных республиканских предприятия. Помимо БСК проинспектировали и «Газпромнефтехим Салават». Цель двух визитов – понять, насколько экологические условия на предприятиях и стремление их улучшить соответствует критерию проекта «Чистый воздух». В итоге гости положительно оценили усилия компаний. Мы с коллегами прошли сегодня по всем направлениям, которые прописаны в четырехстороннем соглашении. Это, в первую очередь, снижение выбросов загрязняющих веществ. И мы также обратили особое внимание на снижение выбросов турнопахнущих веществ, те, которые в основном и беспокоят население. Увидели, что мероприятия, длящиеся, имеют эффект ежегодный. Официально на бумаге стремление башкирских предприятий добиться чистого воздуха для жителей Сиритамака и Салавата закрепили на экологическом форуме в Уфе. Подпись под документом поставили БСК и «Газпромнефтехим Салават», Министерство природы России, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и правительство республики. Это очень непростая работа. С одной стороны, обеспечить развитие экономики, эффективное развитие наших предприятий. И с другой стороны, выполнить баланс сохранения окружающей среды. Мы действительно устанавливаем сейчас систему очень аутентичного, справедливого, четкого мониторинга состояния окружающей среды и, соответственно, понижения всех выбросов. Наши коллеги, руководители предприятия нас в этом поддерживают. Согласно документу, предприятия до 2030 года должны снизить выбросы вредных веществ в атмосферу до 14,5%. Чтобы добиться этих показателей, компании всю свою стратегию по модернизации производства будут продолжать проводить с учетом новой экологической политики. Так, о важных экологических проектах генеральный директор БСК Эдуард Давыдов рассказал на пленарном заседании форума. Ставим более современное оборудование. Конечно же, они проектируются по другим экологическим стандартам. Это оборудование предусматривает меньше выбросов в атмосферу, более экономные расходы ресурсов, сырья и материалов. Это с точки зрения технологии. Также, конечно же, мы заботимся и о наших горожанах. Ведь понятно, что БСК – это градообразующее предприятие. Один из ключевых проектов – снижение выброса оксида углерода на производстве сода. Со специализированной организацией проработана технология очистки газа. В настоящее время проходит опытно-промышленные испытания тестовой установки. По полученным результатам и будет сформирован отчет, который позволит оценить эффективность работы и принять решение ее внедрения на предприятии. Стоимость проекта составит более 2 миллиардов рублей. Думаю, что предстоит большая задача именно претворить мероприятие по еще дальнейшему снижению выбросов. Разрешенный выброс или 40% – это абсолютно не панацея. И нам это сделать в силу. Предстоит до 2030 года внедрить порядка 10 мероприятий на сумму 9 миллиардов рублей. Еще несколько важных соглашений, подписанных на полях экофорума. Договоры концессии между правительством Башкортостана и РУСЭКОГРУП на строительство двух комплексов обработки твердых коммунальных отходов. Объем инвестиций – почти 4,5 миллиарда рублей. Причем большую часть средств – около 4 миллиардов – вложит российский экологический оператор. Общая мощность обработки объектов составит 205 тысяч тонн в год. Утилизации – 73 тысячи тонн в год. С учетом федеральных мер поддержки это позволит реализацию всех объектов в достаточно ограниченный промежуток времени. То есть мы должны успеть реализовать их с сроком ввода уже в 2025 году. А с другой стороны, используя финансовые инструменты поддержки, мы в этом отношении планируем, что это не скажется негативным образом на росте тарифа. Вопрос экологии – задача не для одного ведомства, чтобы жители могли дышать чистым воздухом, а предприятия максимально снижать негативные эффекты от крупных производств. В Ушкортостане вместе работают власти региона, бизнес и общественность. Планы, проекты и даже финансирование на решение экологического вопроса у республики есть. Осталось дождаться результатов.